Шесть человек погибли при пожаре в Алматы с начала года. Всего же в мегаполисе зарегистрировано 405 фактов возгорания. По словам специалистов, большинство ЧП происходит из-за неисправных печей. Поэтому спасатели регулярно ходят по домам жителей, чтобы разъяснить правила безопасности. Репортаж Дамира Анитова. Забившийся дымоход представляет реальную опасность для жителей частного сектора. Плохая тяга из-за переполненной сажи в трубе, частая причина отравления угарным газом. Потому опытные спасатели говорят, чистить их нужно до трех-четырех раз за весь отопительный сезон. Уважаемые жители, перед использованием твердого топлива, можете использовать пять минут, только займет очистка от дымоходов. Из любого материала можно, с железкой или с капалкой, можно очистить, просто здесь сажу надо. Сотрудники все разъяснили и даже наглядно показали. Ну а в качестве эксперимента мы решили записать интервью до и после у владельцев частных домов. Знаете ли вы правила, как пользуются печью? Нет, особо не задумывалась, так как ничего проблемного не было. Дымоход должен быть чистым и из печи не должно быть запахов. Только это основное, что я знаю. О том, как уберечь себя от чрезвычайной ситуации, огнеборцы рассказывали долго и увлеченно. Впрочем, беседа не прошла зря. Хотела бы поблагодарить вас за то, что вы пришли домой и объяснили технику безопасности, как правильно обращаться с печью, что если есть какие-то трещины, срочно нужно заделывать. То, что нельзя детей подпускать в печи, нельзя использовать бензин при затопке. Нужно прочищать дымоходную трубу. Дефектные печи представляют огромную опасность в отопительный период. Из трещин может просачиваться угарный газ, который не имеет ни запаха, ни цвета. Основные признаки – это головокружение, звон в ушах и потеря сознания. А вот как действуют ситуации, когда перед вами лежит пострадавший, рассказал врач отдела оказания экстренной помощи. Необходимо аккуратно приподнять голову, можно взять за одежду, посадить пострадавшего. Далее под мышками пострадавшего взять его за предплечье, максимально пододвинуть свой центр тяжести к центру тяжести пострадавшего и за счет силы ног поднять пострадавшего и извлечь из здания. Во время съемки этого материала ни один журналист не пострадал. Как вы поняли, это была постанова. Однако, не всегда такие истории заканчиваются на хорошей ноте. Только с начала года в городе во время пожара погибли 6 человек. Всего же на территории частных секторов мегаполиса зарегистрировано 405 фактов возгорания. Томир Анитов, Арсен Сандбаев, телеканал «Алматы». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова